МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты думаешь, я буду всё это терпеть? Тебя сюда никто силой не волок. А вот кажется, сейчас как раз начали потаскивать за волосы. Ну и скатертью дорога. И что, думаешь, я не уйду? Думаешь, я не уйду? Ну, Сашенька, я считаю, что эту реплику можно сделать чуть экспрессивнее. Как считаешь? Да нет, Макс, мне кажется, всё очень даже органично. Зритель, наверное, и поверил, что мы ругаемся. Но нет, мы репетируем на самом деле, друзья. Не переживайте. Доброе утро, вам говорят Саша Байдачная. Прима губернского утра. И Максим Полагнюк, артист больших и малых театральных студий. И сегодня мы решили поговорить о любительском театре. Наверняка каждый из вас когда-то участвовал в художественной самодеятельности. Ну, парочка-то ролей точно найдётся. Баба-яга, Колобок, Зайчик. Это точно все играли. Да. Мой первый персонаж в школьном театре был чертёнок. Мне кажется, я до сих пор не могу выйти из роли. Ну, а чем хорош любительский театр, узнаем у жителей нашей губернии. А я хочу сказать, что сейчас очень многие любительские театры и как бы не хуже профессиональные. А чем интересно? Ну, интересно и темами, которые они затрагивают, и постановками. Там живое, не наигранное. Мне кажется, там просто не так всё зависит от денег. И люди играют то, что им нравится. В данное время практически ничем. Ну, наверное, всё-таки в любительском просто как бы случай жизни. А в профессиональном всё равно как-то стараются немножко добавить, можно сказать, сказки какой-то. Не знаю, мне вообще театр не приличает. Профессиональный больше нравится. Актёры, они же, когда только начинают свой путь, они больше проживают свою роль, наверное. В любительском театре больше души. Ещё? Ну, наверное, он ближе к людям. Ближе к народу. Он проще, он доступен к понятиям. В любительском больше души, мне кажется. Более душу они туда вкладывают. Саш, скажи, как ты относишься к натурализму на сцене? Что ты имеешь в виду? Ну, вот если драка, например, то бить, может быть, не в полную силу, но так, чтобы прям, ах, с полной отдачей. Да, главное так погрузиться осторожно, чтобы потом всплыть не пришлось. А, между прочим, в Древнем Риме публика любила кровавое зрелище не только на гладиаторских боях, но и даже на самых обычных театральных представлениях. И если по ходу действия актёр должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на преступника, приговорённого к казни, и убить прямо на сцене. Представляешь? Мне кажется, что наши синоптики иногда точно так же поступают с погодой. Это как? Обещают всю неделю солнце, а потом казнят его прямо перед выходными. Может быть, хоть сегодня помилуют. В четверг в Самарской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём местами пройдёт небольшой дождь. Днём 16-21 тепла. Ночью прохладнее – плюс 1, плюс 6. По северу региона – плюс 12. Ветер будет дуть северо-заводной ночью со скоростью 5-10 метров в секунду. Днём – 7-12. На севере и западе – 12-14 тепла. На востоке и юге – плюс 14, плюс 20. В Самаре переменная облачность обойдётся без осадков. Ночью – 4-6 тепла. Днём – плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 35-40%. Саша, признайся, ты мечтала стать актрисой? Мечтала, конечно, кажется, девочка об этом мечтает. У тебя и у всех жителей нашей губернии есть возможность такую мечту, жизнь воплотить. Потому что у нас в Самаре довольно много любительских театров, где играют пусть и непрофессиональные, но очень талантливые актёры. Например, «Молодёжный театр. Место действия». Его режиссёр Артём Филипповский, выпускник Самарского института культуры, успел поработать в Театре-город, Питерском ООН-театре и Театре-практика в Москве. На репетициях у них всё по-настоящему, принимают отнюдь не каждого. Уже на спектакле режиссёр видит, насколько человек талантлив, обучаем, стремится ли он стать актёром, ну или просто пришёл, знаешь, как говорится, весело и непринуждённо провести время. Ты знаешь, а для нашей спортивной рубрики «Простые движения» талант актёрский не нужен. Фитнесом может заниматься каждый. Или всё-таки нужен талант? Сейчас узнаем. Узнаем сейчас. Всем доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». И сегодня мы с вами сделаем парную тренировку. Мы с вами проработаем верхнюю часть грудного отдела. Итак, начнём с вами с первого упражнения. Партнёр сделает планочку и будет делать отжимания. Но тем временем партнёрша берёт ножки и делает становую тягу. Подходим поближе, чтобы было удобно. Ягодицу назад, колени согнуты. И одновременно начинаем. И раз, выдох. И раз, и два, последний. И три. Хорошо. Ставим ножки. Поднимаемся. Это упражнение мы проделаем 15 повторений. Итак, ну а теперь, чтобы дама тоже не скучала, проработаем и поменяемся на те же самые мышцы. Итак, встаём в планочку. Партнёру доверяем ваши ноги. И поехали отжимания. Раз. Выдох. Последний. И закончили. Отлично. Хап. Я думаю, вы с этим справились. Также предлагаю вам сделать 15 повторений. Ну что ж, заключающим упражнением мы с вами проделаем планочку. Она будет очень эффективна по завершению каких-либо силовых упражнений. Итак, мужчина будет делать планку, естественно. Но Адам ему в этом поможет. Поэтому располагаемся на мощной спине вашего партнёра. И вдохновляем. Поехали. И раз, и два, и три. Выдох. И ещё два. Раз. И ещё разок. Хап. Отлично. Ну что ж, закончили. Замечательно. Владимир, вы справились великолепно. Эту же планку я предлагаю, чтобы вы проделали по 15 повторений. И можете сделать три круга. Что ж, заряжаемся бодрым утром. С вами были мы, Владимир и Дарья. Фитнес-клуб «Спортзавод». Доброе утро, губерния! В эфире рубрика «Как по нотам». Музыкальная рубрика, если вы помните. Мир полон самых разных удивительных звуков. И сегодня мы послушаем самые необычные из них. Музыку необычного, фантастического звучания издаёт удивительный музыкальный инструмент из стекла – стеклянная гармоника. Прообразом инструмента послужила игра на стеклянных стаканах, когда звук извлекался прикосновением мокрых пальцев к краю разных по объёму ёмкостей. Стаканы заменили полусферическими чашечками, одинаковыми по форме, но разными по объёму, надетыми на металлический стержень. Края чашечек опускались в воду, стержень вращался, и прикосновение к влажному краю издавало мелодичный нежный звук. И обычное звучание заинтересовало Моцарта, Бетховена, Штрауса, и они написали произведение специально для стеклянной гармоники. Интересно, что стеклянная музыка необъяснимо действовала на слушателей, или выводя, например, некоторых из душевного равновесия, или приводя к расстройству психики, или даже пугая животных. И в некоторых городах Германии стеклянная гармоника даже какое-то время была под запретом, к сожалению. На долгое время этот необычный инструмент был, к сожалению, забыт. Но сейчас интерес к необычной музыке возрастает, и уникальная стеклянная гармоника вновь популярна. А у меня на этом всё. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Споёмся. Сегодня 25 апреля. 25 апреля 1897 года самарские художники передали городу свои картины. Позже эти работы вошли в коллекцию Самарского художественного музея. Инициатором благого дела выступил известный в Самаре художник и меценат Константин Головкин. Именно по его инициативе во все концы страны были разослано около 300 писем обращений к художникам России. После этого в Дар Самарскому музею поступили произведения Михаила Нестерова, Владимира Михайлова, Константина Ювона и многих других известных русских мастеров. Ежегодно 25 апреля во многих странах отмечают Международный день ДНК. Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы против малярии и Всемирный день пингвинов. 25 апреля были рождены актёр театра и кино Михаил Кононов, российский телеведущий, драматург, писатель Андрей Максимов, американская актриса, обладательница Оскара Рене Зельвегер и прочие знаменитости. В народном календаре сегодня день Василия Парильщика. В эту пору начинался сезон охоты, но охотники были весьма осторожны, ведь медведь, вышедший из берлоги, нередко прятался в кустах. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. Заяц, зайц, выскочи из куста, приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Такими событиями ознаменован 25-й день апреля. Прекрасного настроения вам и всего только самого доброго. Саша, ты знаешь, что спектакли на самом деле можно не только смотреть, но и слушать? Ты удивишься, Макс, но в театре я обычно не зажимаю уши руками. Да нет, я имею в виду театральные читки. Это сегодня почти отдельный вид театрального искусства. Актеры выходят на сцену с текстами, но не играют пьесу, а читают ее по ролям. Причем, как правило, один и тот же актер выступает сразу в нескольких ролях. Интересно, я бы с удовольствием посмотрела, то есть послушала, конечно, извини. У тебя и у наших жителей Самары есть такая уникальная возможность. Такие читки регулярно проходят в Самаре, их ставят разные театры, но вот в библиотеке номер 8 под руководством режиссера Игоря Кузнецова они проходят на свободной основе, то есть в ход свободный. Проект называется «Голоса пьес», и следующее мероприятие состоится в мае. Все подробности в группе ВКонтакте. А я знаю эти ребята из театральной студии «Оранж», где и ты, кажется, обучался актерскому мастерству и даже, по-моему, принимал участие в спектакле, да, «Властмэн» называлась по пьесе Льва Толстого. Главную роль игрока? Главную роль, да, да, да. И вы показывали этот спектакль на фестивале любительских театров на Иволге на форуме. Да, все верно. И сейчас вместе с нашим доблестным режиссером, который все-таки непрофессиональными актерами заправляет, ему это очень нравится, а нам еще больше, вот мы вместе с ним готовим еще один сюрприз на дне Горького. Это классика драматургии. Ну, а мы ждем классика нашего эфира. Лена Шишкина. У каждого народа есть свой праздник прихода весны. Для Эрзи и Мокша это Отталунчи, день нового огня, когда в очагах тушился старый огонь и разжигался новый. Праздник пришел из далекого прошлого. К этому дню готовились заранее. Он был связан с выгоном скота на пастбище, что для крестьянина один из самых важных моментов его круглогодичной деятельности. Чтобы ни беда, ни болезнь не одолели скотину, ее символически проводили сквозь огонь. Новый огонь добывали трением дерева о дерево и разжигали костры, через которые проводили скотину. Уголек нового огня затем несли в каждый дом, предварительно вычистив печку. Новый огонь поддерживали в каждом доме до следующего года. Проходило моление, где-то на улице, естественно, зажигали новый огонь, и каждый брал этот огонь и нес в свой очаг. В этот день еще выводили, значит, на пастбище скот выгоняли, и все это, значит, сопровождалось песнями, плясками, национальными обрядами. Весна начинается за рождение новой жизни, за рождение нового урожая, просыпается все. В мордовских селах и сегодня активно празднуют этот праздник. Конечно, празднуем этот день нового огня, как возрождение, как весна. Все просыпается, мы в том числе просыпаемся, типа после зимней спячки, скажем так, что больше появляется азарта, стремление к чему-то, к новому. Ну, как вот обычно, весной все просыпается, мы просыпаемся. Зимой учим новые песни, а летом репертуар выдаем своим друзьям. Зажигаем свечи, три свечи. У нас мы начинаем обряд с песни «Колму штат», это зажигание огня, нового огня. Потом мы делаем, как импровизируем, костер на сцене. Выводим лошадь, через огонь проводим лошадь, всю скотину проводим, и потом сами прыгаем через костер. Считается, что новый огонь очищает и дает новые силы. А чтобы сил было побольше, в этот день накрывали богатый стол с традиционными мордовскими угощениями – курниками, лапшевниками и блинами. У нас славятся мордовские блины. У нас они бывают двух видов. Бывают толстые блины и тоненькие блинчики. Кислые, да. Ватрушки разнообразные, рыба, пироги, картошка с грибами, пожалуйста. Просто картошка, кислое молоко, квас – это все наши национальные блюда. Конечно, сегодня День Нового Огня уже не наделяют сакральным значением. Но это один из любимейших праздников в мордовских селах. У нас, в общем-то, клуб не очень большой, 200 посадочных мест, но у нас всегда полный зам, даже еще не хватает места. В областную столицу праздновать День Нового Огня съехались мордовские коллективы со всей области. Но не забыли пригласить на праздник и гостей других национальностей. Мы разные, но не чужие. Мы все одна национальность, мы вся Россия. Мне кажется, и держаться надо все вместе, потому что один человек – это ничто. Когда нас много, это единство, это сила. Поэтому надо жить дружно. Елена Шишкина, Алексей Гридни, Путро губернии. У нас в гостях Валерий Худящев, преподаватель Школы Искусств. Доброе утро. Здравствуйте. И, как вы можете заметить, он не один. Представьте, пожалуйста, нашего второго гостя. Это Аркадий Таракан. Он с недавних пор работает тоже в нашей Школе Искусств. Доброе утро, Аркадий. Здравствуйте. Мне кажется, в этой студии Тараканов еще не было. По крайней мере, на таком официальном уровне. Чем же занимается ваша Школа Искусств? Школа Искусств у нас очень большая. В ней очень много отделений, там и театр, и вокал, и хореография, и художественное отделение. То есть весь спектр художественной деятельности для детей. Вы отвечаете за театральное направление, верно? Расскажите о театре. Это любительский театр, да? Ну да, да, школьный театр. Или не только? Ну, стараемся держать планку. Стараемся все-таки на профессиональный уровень выводить и детей. И как бы сами обучаемся, поэтому постоянно ходим на курс, чтобы знать новые тенденции вообще в театральной жизни. И как бы вообще не только российские, да, но и мировые какие-то тренды в школьном театре, в детском театре в том числе. Аркадий, из какого спектакля? Аркадий, это вот мы делаем, делаем совместно с театром для малышей, мы делаем новый спектакль. Он так и называется Маша и Аркаша-Таракаша. Главная роль. Да, 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 главная роль. Он приехал с Кубы, поэтому он такой вот, ух! Пестрый. Пестрый, да, пестрый изжигательный. Ну вот сегодня мы живем в век цифровых технологий, и дети всегда вот в гаджетах, телефонах, планшетах. Их очень тяжело, на самом деле, вот в реальный мир иногда вот вытащить. Насколько у вас это хорошо получается? Насколько детям действительно нравится театр, куклы, вот игра? Ну, на самом деле, не все так сложно, и можно и нужно привлекать современные технологии как раз в театр. Не надо этого бояться, потому что, ну, наблюдая за театральной деятельностью вообще в городе, становится иногда грустно, потому что, ну, если не профессионал подходит к делу, они понижают уровень, общий уровень школьных театров. А на самом деле его надо повышать, повышать, повышать. И вот эти вот гаджеты, ничего страшного в этом нет, можно привносить в спектакли, можно привносить в деятельность. Например, есть социальные сети, да, через которые мы общаемся с детьми, мы что-то туда сбрасываем, сценарии, ролики, и как бы все это отлично. И они там работают, мы там работаем. Он там работает, я работаю там. Это здорово. А расскажите о процессе, о театральном. Вы упомянули о том, что вы сбрасываете сценарии, дети их изучают. Кто создает эти сценарии, кто создает таких персонажей? Большая ли у вас команда, интересно все. Да, Аркадий, вы сами своими руками сделали, или он родился на свет? Нет, Аркадий мы заказывали из Питера, из Питера, да, да, это эксклюзивно. Она в единственном числе вообще в России, поэтому произведение мало известно, но вот у нас эксклюзивные права, можно сказать, на него. Но вообще, как все создается? Создается все, конечно же, с нуля. Все с нуля. С идеей. На первом собрании, да, с детьми мы начинаем размышлять о том, чтобы для них было интересно, какие планы вообще на год предстоящий у нас, у них. Ну и как-то потихоньку начинаем нарабатывать... Учитывая желание. Учитывая желание, конечно, нарабатываем материал, потому что мы же не только произведения... Что-то он хочет сказать, недоволен. Не только же произведения мировой классики или российской берем, современные пьесы, стихотворения, прозу. То есть большой комплекс произведений учитываем в своей деятельности. О чем дети хотят рассказывать чаще всего? Что их интересует? Ну, на самом деле, дети очень такой пластичный материал. И главное, заранить в них правильное семя, которое нужно вместе с ними прорастить. Нам пока это удается, им интересно, в принципе, все. Главное, как это подать. Не бывает скучного Чехова или, там, я не знаю, плохой современной какой-то драматургии. Бывает просто плохая интерпретация или неинтересный режиссер. А дети, они очень хорошие, непосредственные, интересные. С ними приятно работать. А вот с кем проще, со взрослыми или с детьми общий язык находить? Как сказать, в своей практике я работаю с детьми так же, как со взрослыми. Потому что невозможно каким-то сюсюканьем или чем-то добиться правильного результата. Если мы будем относиться к ребенку не как к профессионалу, а как, ну, да, ребенок, талантливый, неталантливый, вот мы сейчас с ним что-то сделаем, и будет все хорошо. На самом деле это не так. На самом деле, действительно, ребенка надо взращивать как профессионала, как профессионального актера. Как не только актеру, потому что театральные профессии, их же много, там и бутафоры, и сценографы, и сценаристы, вот, и сценаристы, да, и костюмеры. То есть мы привлекаем детей не просто так, актерской деятельности, да, во что-то поиграть, но и вырабатываем у них определенные навыки. Следить за площадкой, следить за декорациями, следить за костюмами. А о каких детях идет речь? То есть какой возраст это? Возраст, ну, у нас от первого класса и до одиннадцатого класса. Ну, я предпочитаю работать, конечно, со старшими, девятый, одиннадцатый класс, потому что это уже... Есть какое-то осознание, жизненный опыт. Да, 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 уже какие-то почти что сформировавшиеся личности, и с ними проще работать, ну, как на единой волне, что ли. Но с детьми тоже, у меня первые классы, вполне очень хорошо с ними, потому что есть определенный материал, который подходит для различного возраста. Мы, конечно, тоже учитываем возраст. Мы не будем давать горького на дне, да, для первого-второго класса, это понятное дело. А, допустим, Чуковский или вот этот замечательный Аркадий Таракан, он для первого, второго, третьего класса подойдет просто на ура. Я правильно понимаю, то есть с первого класса это как бы такой оптимальный возраст, чтобы начать обучаться в школе искусства? Вообще оптимальный возраст для обучения именно театральному искусству, это все-таки пятый, седьмой и дальше. Да, да, потому что многие родители, которые приводят на театральные студии, они думают, ой, у нас ребенок бегает, бесится, он такой замечательный, веселый, вот ему надо в театр. Ну, на самом деле, это не так, потому что это ему надо... Колесо такое, как вы говорите. Да, или в дзюдо ему надо, вот дзюдо, самбо, вот это как раз то, футбол, прекрасно. А на самом деле, театр это все-таки какой-то более осмысленный, осмысленный вид искусства. И чтобы к нему прийти, чтобы хорошо в этом работать, нужно уже некоторый опыт. Вот почему, когда, там, допустим, в ГИТИС поступать на высший режиссерский, уже после того, как прошли обучение, ну, профессиональное, да, потому что уже есть какая-то база, уже есть какой-то опыт. И это очень хорошо. Ну, что в режиссуру, ну, по крайней мере, по крайней мере, раньше, там, 60-70-е годы приходили не молоденькими, да, там, после школы в 17-18 лет, а уже созревшие мужчины, женщины, да, там, за 20, за 20 раньше быстрее взрослели. Вы сразу видите способность, талант в ребенке, в подростке? Можно ли это разглядеть? Ну, знаете, не сразу, не сразу. Опять же, опять же, должно пройти время, чтобы человек сам, в первую очередь, осознал, нужно ему это или нет. Если родители заставляют его идти в художественную школу, да, а он тяготеет к тому же футболу, то ему сложно, сложно вообще переключиться на эту художественную деятельность. И поэтому, когда он осознанно уже приходит в театр, у него внутренне, внутренне зовет его на сцену, да, получать удовольствие от зрителя, получать удовольствие от прожития материала, того, который он делает, то тогда, конечно, и ему проще, и нам проще, и интереснее работать. Спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли, Аркаша, Аркадий, спасибо вам, вы такой элегантный, хорошего дня и хороших постановок, отличных детей и актеров, творческих. Понимающего зрителя. Да. Это тоже немаловажно. Спасибо большое. Хорошее пожелание, спасибо. Друзья, мы поставим на паузу наш разговор и вновь вернемся в нашу студию чуть позже. В эфире новости губернии. В студии Анастасия Зубарева. Доброе утро. Торгово-промышленные палаты Самарской области и Словении подписали соглашение о сотрудничестве. За последние годы отмечается рост товарооборота между регионом и республикой. Если в 2015 году объем внешней торговли составлял 11,9 миллионов долларов, то по итогам 2018 года показатель составил уже 14,6 миллионов. Визит в Словению самарской делегации во главе с губернатором позволит выявить дополнительные резервы для совместного двустороннего развития. Цель – укреплять связи, поставил президент России. Задача, сформированная в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». В ходе поездки особое внимание уделяется вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, высоких технологий и других перспективных направлениях. Расширение сотрудничества позволит создать новые рабочие места в регионе, увеличить налоговые поступления в бюджет. Предприятия Самарской области, торгово-промышленная палата Самарской области, как и я почувствовал, торгово-промышленная палата Словения, нацелены именно на такое взаимовыгодное результативное партнерство. Надеюсь, сможем реализовать этот потенциал, который мы безусловно ощущаем, и здесь, пребывая в Республике Словения, тем более. Мы видели его заочно, но побывав здесь, побывав на предприятии, познакомившись с бизнесменами, с подходами выстраивания международного сотрудничества, понимаем, что этот потенциал поистине огромный. Делегация уже посетила ряд компаний, их руководство заинтересовались возможностями Самарской области. В частности, это технопарки, особая экономическая зона и две территории, опережающие социально-экономическое развитие в Тольятти и Чапаевске. Кроме того, предприятие «Искротел», специализирующееся на разработке коммуникационных решений и готовых продуктов в сфере IT, возможно, будет закупать комплектующие для своей продукции у самарцев. Есть потенциал сотрудничества и в сфере образования. Как отметил Дмитрий Азаров, мы заинтересованы как в том, чтобы студенты из разных стран приезжали к нам на обучение, так и в том, чтобы и наши студенты могли получать практический опыт на инновационных предприятиях Европы и мира. В Самарской области лидер в сфере государственно-частного партнерства. Об этом стало известно на шестом инфраструктурном конгрессе российской недели ГЧП. По данному направлению, 63 регион набрал 90 баллов. Это направление губерния активно развивает вот уже около шести лет. Только в прошлом году в Самарской области было введено семь объектов с использованием механизмов ГЧП стоимостью почти 5 миллиардов рублей. Создано более тысячи рабочих мест. О том, что останавливаться на достигнутом нельзя, в своем послании говорил губернатор Дмитрий Азаров. С нами принята концепция наследия Чемпионата мира по футболу, в соответствии с которой около стадиона Самара планируется построить ряд новых объектов, в том числе инклюзивный игровой парк, дворец пляжных видов спорта. Очень важно, что объем частных инвестиций в объект составит дворец пляжных видов спорта около 300 миллионов рублей. Рассчитываю, что полностью поддержка проекта будет оказана и он будет реализован. Министерство социального блока нужно и далее развивать государственно-частное партнерство в социальной сфере. Здесь опыт у нас накоплен значительный. Средства инвесторов привлекают и на строительство объектов здравоохранения, благодаря чему у жителей региона есть возможность получать новые медицинские услуги. Так, в 2018 году начал работу многофункциональный госпиталь «Мать и Дитя», где лечат бесплодие и проводят интенсивную терапию для новорожденных. Был открыт ПЭТ-центр, а на территории горбольницы номер 10 появились диагностические и диализные центры. Важно, что во всех учреждениях здравоохранения жители области могут получить услуги в том числе по полюсу ОМС. На данный момент в области находится 81 проект, реализация которых будет осуществляться с использованием механизмов ГЧП. Уже введены в эксплуатацию 13 объектов. Было инвестировано более 6 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе активно развивается муниципальное частное партнерство. На стадии реализации 21 проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания населения. В Самаре наградили победителей областного конкурса интерактивных форм работы музеев образовательных организаций. По инициативе областного министерства образования и науки он проводился в рамках областной социально-педагогической программы «Музей 21 века». И в этом году был посвящен 75-летию снятия блокады Ленинграда. В конкурсе приняли участие воспитанники образовательных организаций региона – более 40 человек. Конкурс стартовал в январе и проходил заочно. Основной целью стал поиск новых идей и популяризация музеев образовательных организаций. Среди номинаций – интерактивная экскурсия, массовое мероприятие и научно-исследовательская работа. Памятник Ленина на площади революции описывала историю его, рассказывала об этом памятнике. Работа просто очень кропотливая такая и сложно было ее делать. Самый исторический памятник, он должен стать брендом Самарской области. У меня на этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте губерниитв.ру. Всего доброго! Доброе утро, губерния! Доброе утро! Сегодня с вами вопросом «Быть или не быть?» задаются Александра Байдачная. Максим Полагнюк, для которого, как для заядлого актера, театрала, жизнь – это игра. Да. И я думаю, что однозначно быть. А чему именно? Театру. Особенно необычному. Ты знаешь, вот в Москве в последнее время популярность набирает иммерсивный театр. Так, рассказывай. Я даже задумала, что это. Это необычная вещь. Представь себе особняк. Вот он, на самом деле, и есть одна большая сцена. В разных его комнатах одновременно актеры играют разные сцены, сплетенные одним сюжетом. На зрителей надевают маски и запускают вот этот особняк в качестве гостей, которые могут везде свободно перемещаться и смотреть те сюжетные линии, которые им больше нравятся. А актеры могут даже взаимодействовать с некоторыми гостями, полностью увлекая и погружая их в сценическое действие. Я считаю, это прямо действительно классный интерактивный театр. Еще одно актуальное направление – плейбэк-театр, где зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же проигрывают их на сцене. Такой театр есть и в Самаре. Это очень эмоциональный театр и шанс для человека увидеть свою историю со стороны и понять что-то новое. Кому-то плейбэк помогает почувствовать общность с другими людьми, создать хорошее настроение, а кто-то через проигрывание ситуации обнаруживает в ней новые взаимосвязи и ресурсы. Слушай, это очень интересно. Я бы тоже взглянул на какую-нибудь свою историю с другой стороны. Мне кажется, вот это вот все-таки новомодное веяние, оно интереснее, чем какой-то вот там Гамлет на профессиональной сцене. А я бы лучше Гамлета посмотрела. А пусть нас рассудят жители губернии. А я хочу сказать, что сейчас очень многие любительские театры и как бы не хуже профессиональные. А чем интересно? Ну, интересно и темами, которые они затрагивают, и постановками. Там живое, не наигранное. Мне кажется, там просто, ну, не так все зависит от денег, и люди играют то, что им нравится. В данное время практически ничем. Ну, наверное, все-таки в любительском просто как бы случае жизни. А в профессиональном все равно как-то стараются немножко добавить, можно сказать, сказки какой-то. Не знаю, мне вообще театр не приличает. Ну, профессиональные больше нравятся. Актеры, они же, когда только начинают свой путь, они больше проживают свою роль, наверное. В любительском театре больше души. Еще? Ну, наверное, он ближе к людям. Ближе к народу. Он проще, он доступен, понятнее. В любительском больше души, мне кажется. Более душу они туда вкладывают. Совсем скоро в Самарской области пройдет фестиваль, пара-фестиваль «Территория равных возможностей». Да. И участниками фестиваля могут стать инклюзивные театральные коллективы, подать заявку, ознакомиться с положением, скачать какую-то информацию. Можно на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики. Отбирать коллективы для участия будет что ни на есть самый профессиональный экспертный совет, в который входят известные театральные деятели как из Самары, так и России. Пройдет этот фестиваль с 9 по 12 сентября на площадке «Самарская площадь». Есть время подготовиться. А недавно на территории загородного комплекса Циолковский прошел 12-й межрегиональный литературно-художественный фестиваль инвалидов по зрению «Театр без границ». И в нем приняли участие команды Ульяновской и Оренбургской областей, а также 10 команд из Самары и муниципальных районов нашей области. А если вы считаете до сих пор, что обучаться актерскому мастерству нужно только для того, чтобы играть на сцене, то заблуждаетесь. На самом деле подобные занятия помогут тем, кто хочет раскрыть свой внутренний потенциал, снять психологические барьеры, убрать внутренние страхи, различные зажимы и вообще научиться правильно и четко говорить. И навыки эти, между прочим, помогут, я считаю, в любой профессии. Если вы согласны, в каждом деле нужен артистизм, даже во время субботника. Лена Неделкова сейчас вам это докажет. Кто-то ходит в гости по утрам и поступает мудро, а кто-то дружным коллективом отправляется на свежий воздух совместить, так скажем, приятное с полезным, заняться спортом и сделать город чуточку чище. Чисто там, где убирают, приводит город в порядок не только коммунальные службы, управляющие компании, но и сами горожане. Мы с коллегами из телерадиокомпании «Губерния» отправились на уворку одного из скверов на московском шоссе. Поначалу было зябко, но как только грабли и лопаты нашли своих утренних хозяев, погода тут же улыбнулась нам. Я вот в своей жизни стараюсь придерживаться одного такого замечательного правила. Звучит следующим образом. Встал утром, приведи в порядок свою планету. Вот сейчас приводим в порядок, если не планету, сквер хотя бы. Ой, мы сегодня с коллегами так весело убираем этот двор. Здесь много листвы, веток, все это сгребаем в огромные мешки и будем вывозить. Всем приятно выйти во двор с детишками в чистый, зеленый, без всякого мусора. Традиционный апрельский месячник по благоустройству продолжается уже больше двух недель и завершится к майским праздникам. А 25 апреля ТРК «Губерния» совместно с рыбаками Самары проведет акцию «Экологический субботник» возле озера в 13-м микрорайоне. Подробности на нашем сайте и в социальных сетях. Елена Недялкова, Виктор Соколов. Утро губернии. А в нашей студии Виктор Михайлов, руководитель театра «Кукол юного актера Оленький цветочек» центра внешкольной работы «Крылатый». Доброе утро. Доброе утро. И он снова не один. Теперь у нас еще два дополнительных гостя. Расскажите, пожалуйста, об этих куклах. Из какого спектакля эти персонажи? Ну, если посмотреть на их внешний вид, то непринужденным взглядом можно сразу догадаться. Один одет в бедную одежду, а у другого одежда принца. Следовательно, персонажи принц и нищий из классического произведения Марка Твена «Принц и нищий». Почему вы принесли именно этих персонажей? Это какой-то новый спектакль, либо знаковый? Спектакль этот, премьера состоялась в 2014 году, а сейчас его перенимает уже второе поколение ребят. Он восстанавливается. Но спектакль очень достаточно интересный. Много есть над чем подумать. И современный молодежь, подрастающему поколению. Достаточно серьезный. И очень интересная идет работа. Вот поэтому я их принес сегодня вам. Расскажите о вашем театре. Какие ребята там занимаются? Как к вам попасть? Театр наш существует с 1985 года. Уже много традиций. Ребята мы принимаем всех желающих школьников. Пожалуйста, приходите. У нас нет практически никакого отбора. Вот, пожалуйста, если вам интересно, вы интересен этот вид, жанр театра кукол, но и не только театра, и драматическим театром мы тоже занимаемся, пожалуйста, приходите заниматься. Школьники с первого класса до 11 класса у меня занимаются. И для каждого возраста есть, конечно, свой репертуар. Как ребенок растет, с ним же растет репертуар. Я вот тоже участвую в любительском театре. И мне вот интересно, проще ли играть с куклами? Или может быть сложнее? Или так же? Ведь тебя как актера не видно. Ты прячешься за ширмочкой, и видно только куклу. Или это так же напряженно и волнительно, играть с куклой на руке? Ну, вы понимаете, это распространенное мнение о театре кукол, что актера не видно. Вот эти куклы открытого вождения, видите, у них нету ни тросточек, нету ни гапитов, и поэтому актер здесь не спрятан за ширму. Он так же, как я, вот стоит рядом с ними и работает рядышком. И поэтому есть здесь возможность пообщаться актеру с актером непосредственно, актеру с куклой, кукла с куклой. Вот, поэтому театр кукол, он очень многогранен по своим выразительным средствам. И помимо куклы, так же одно из главных выразительных средств остается актер на сцене. Вот, и всеми этими возможностями умелый руководитель может апеллировать. Расскажите о постановке спектакля, вообще обо всем этом процессе. Это же очень интересно. Конечно, процесс очень интересный. Долгий, наверное. Начинается он с подбора репертуара, что, конечно, ребята хотят поставить в этом учебном театре. Ну, конечно, в большей степени сначала я предлагаю репертуар. Мы читаем, смотрим. Да, он нравится. Ребята заинтересованы. И дальше мы начинаем уже работать с художником. Он разрабатывает эскизы кукол, эскизы декораций. То есть под каждый спектакль, под каждую пьесу отдельно изготавливаются куклы. Да, совершенно верно. В зависимости от жанра уже идет подбор. Либо это будут вот такие планшетки, как сегодня представлено, либо это тростевые, либо это перчаточные куклы, либо это марионетки. Для каждого спектакля идет своя сценография отдельно, свои костюмы. У вас, наверное, где-то просто огромный склад музея кукол, наверное. Музей кукол у нас есть. И хочется, конечно, оборудовать это помещение, потому что кукол собралось очень много достаточно. И склад есть отдельный, где они хранятся. Они должны быть не пылиться, на них не должен попадать солнечный свет, чтобы краска не блекла. Вот, все это у нас есть, все это складывается. И огромное такое хранилище уже имеется в детском театре. И после того, как вы поработали с художником, начинается процесс постановки, верно? А, совершенно верно. Но он идет параллельно. Параллельно и работа над актерскими работами идет. Параллельно художник изготавливает кукол, читки, репетиции. И в какой-то... В середине этого процесса уже ребята получают в руки куклы. Начинаем мы освоение уже куклы. Вот. К концу рабочего процесса у нас готовятся декорации. Это очень сложно, конечно, в любительском детском театральном коллективе, потому что у нас нету цехов специальных, у нас нету каких-то специалистов дополнительных, которые есть в профессиональном театре. Часть работы выполняют ребята, часть работы выполняю я. Ну и часть работы, конечно, во многом нам помогает художник Анна Васильевна Букалова. И потом в итоге все это складывается, а еще параллельно идет поиск музыкального оформления спектакля. Гаверанного. Вот. И в итоге идут генеральные репетиции, когда все это вместе как бы компилируется, соединяется. Ну и, конечно же, премьера. Мне понравилась фраза «идет освоение куклы». Так интересно. То есть действительно актер вживается в роль, он осваивает свою куклу. Вживается в куклу. В куклу, да. Да, есть такое понятие, как работа в маске. Нужно посмотреть внимательно героя. Ну, здесь это, конечно, положительные герои, персонажи. Есть разные такие куклы, с такими носами, такими. И работа в маске, понятие такое, именно в профессии кукольника, когда ребенок, ну, либо профессиональный актер должен внимательно посмотреть в эту куклу, сделать себе такое лицо. И найти вот эти вот характерные черты, в которых в этой маске ты начинаешь работать. Идет создание образа вот этой вот маски. Потому что если в кукле там вперед выпадает челюсть, а актер не разговаривает так, то идет контраст. Диссонанс. Диссонанс, да, между внешним образом и внутренним. Тяжело и работа с детьми. Добиться от них вот максимальной передачи вот эмоций, персонажей. Ну, вы понимаете, это вопрос такой очень философский. Тяжело, не тяжело. Когда любишь свою профессию, то как бы и работа, она дается с любовью, она идет легко. Конечно, когда ты ставишь для них определенные планки и достаточно уже высокий уровень от них требуешь, то, конечно, здесь не обойтись без опоры какой-то там, требования к ним. Но ему это очень нравится, они заражаются всем этим процессом. И вот этот взаимообмен этой творческой положительной эмоцией, он нам помогает. И достаточно, я бы не сказал, что это легкий процесс, но процесс интересный, динамичный, в итоге реализованный в спектакле. Спасибо большое. Виктор, спасибо вам за ваш рассказ. За погружение в театр. Включеный, да, видно, что вы любите свое дело. За их костюмы, и, как говорится, театра без костюма не бывает, но костюм без театра бывает. И именно об этих костюмах в сюжете Елены Шишкиной. Вся царская Россия ходила в мундирах. Мундиры начинали носить в гимназии, продолжали в университете. В мундирах ходили почтальоны и полицейские, чиновники и железнодорожники. Бляхи носили дворники, старосты и лесники. В российской армии разнообразие мундиров было необыкновенное, ведь офицеры не носили ничего, кроме мундиров. Офицер имел право переодеться в гражданское в двух случаях – на охоте или в поездке за рубеж. Появление офицера в гражданском было поводом вызвать его на дуэль или подвергнуть суду чести. И несмотря на огромное количество существовавших когда-то мундиров, сейчас их осталось совсем немного. В Самаре частный коллекционер смог собрать уникальную коллекцию мундиров XIX века. В провинциальных городах такой коллекции больше нет. По крайней мере, ни одной такой неизвестной не выявлено. В Москве и в Петербурге там есть коллекционеры, которые не афишируются. Там, наверное, что-то может быть. Но выставленных на всеобщее обозрение нет точно. В советское время к мундирам царской армии относились с пренебрежением. Мундиры из царского села сохранились только потому, что во время эвакуации в них упаковывали фарфор. Просто заворачивали в них. Поэтому они сохранились. А так совершенно. Хочу сказать, что мундиров у нас достаточно много было, потому что армия была большая. Были полки. У каждого полка был свой мундир. Были свои музеи. В этих музеях полковых хранилось все то, что относилось к регалиям, полка к его истории. Но вообще служба в хорошем полку начиналась с посещения полкового музея. Большая часть мундиров была передана в костюмерные театры и киностудии. А в драматическом театре Иркутска, где в плен сдалось большое количество белых офицеров, собралась особенно разнообразная коллекция. Большинство вещей, оно либо было на тряпке порезано, либо было передано каким-то образом в театры и в киностудии. Вот там с ними обращались совершенно безобразно. Один из самых больших, так сказать, театров, вот это Иркутский, драматический, по-моему, театр, в Иркутске было очень много пленных белых офицеров. Потому что вот когда Колчак отступал, это было такое место, куда их там с ним ЧК работало, там расстреливали, там. Ну и вообще, в принципе, они там сдавались. И вот в этом театре очень много было мундиров. Причем, вот если, допустим, мы возьмем жандарские мундиры, все, которые есть, они практически все из этого театра. Вот театральные вещи. Вот смотрите. Видите, вот это галун, вот это петлицы. Вот смотрите, кому-то понадобились петлицы. Вот здесь тоже был галун и петлицы. Тоже нет. Пуговицы кому-то тоже понадобились. Значит, мы подкладку посмотрим. Вот кому-то понадобился вот этот кусок, или это, может быть, был штамп театра, скорее всего, которые просто взяли. Вот гардероб Лебедева какой-то. Ну вот, на некоторых есть такие отметки. Вот это вот повородованный мундир. Вот буду стараться его восстановить. Но вот эти вот вещи найти очень сложно. Театральные и костюмерные были основным источником для новых коллекций. Другими были заграничные полковые семейные собрания. И очень редко что-то хранилось в домашних архивах в России. Я его купил из семьи. То есть прям реально из семьи. То есть это вот племянник, в линии дяди которого вот этот человек служил. И вот он сто лет там провисел. Но это вообще редкий, это уникальный случай. Во всех музеях единственный мундир этого периода Преображенского полка. Есть еще один в частной коллекции. Мундир нижнего чина Преображенского полка, но в плохом состоянии. То есть вот как-то он дошел. Вот он тут сейчас. Мундир был знаковой системой, которая позволяла с точностью определить, кто перед вами. Какое положение занимает. Даже угадать его образование и специальность. По окончании кадетского училища офицер разово получал от государства 300 рублей на мундирование. И всю оставшуюся жизнь содержал себя из зависящих от него людей сам. Полное обмундирование стоило немалых денег, поэтому офицерами становились представители самых знатных фамилий. Армейские смотры превращались в блистательное зрелище. К сожалению, почти вся эта роскошь безнадежно утеряна. Но благодаря собранию Болдырева в Самару попали некоторые уникальные предметы. У меня есть несколько уникальных вещей. Вот именно в прямом смысле слова «уникальный», от слова «уна-1». Вот, уникальный. Значит, есть мундир 1809 года. Обмундирование этого периода гусарского русского, насколько я понимаю, в мире сохранилось 4 штуки. Вот этот вот ментик, вот он там есть. Есть гусарская куртка Ингермарландского гусарского полка, которая была взята англичанами в качестве трофея во время Крымской войны. Сегодня трудно найти мундиры 18 века и более ранней поры. Во всей стране не осталось ни одного мундира стрельцов. И увидеть их теперь можно только в Швеции. Но в Самаре за последние годы создано уже два музея, собрания которых показывают, что наша армия появилась на свет не в 1918 году, и ее прошлое было блистательным. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Утро губернии. На этом все, друзья. И мне хочется пожелать вам... Не бояться воплощать свои творческие мечты в жизни. Да что ты меня все время перебиваешь! Классно, да? Да, очень зрелищ. Я же говорил, театральная пощечина смотрится потрясающе. А театральный пинок существует? Ты на что намекаешь? Этого не было сценария, Саша! Не надо! Этого не было сценария, Саша! 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 Продолжение следует...